Владимир Никешин был назначен главой регионального следственного комитета 8 февраля. Две недели назад приехал в Рязанскую область. За это время уже побывал в четырех районах. В основном сотрудниками доволен. По одному из отделений возникли вопросы, и он дал действующему руководителю время до конца марта, чтобы он наладил работу. Обращаясь к журналистам, Владимир Никешин рассказал его позиции всегда быть открытым, потому что именно СМИ могут донести до общества те проблемы, которые существуют. Также на пресс-конференции он рассказал об оперативной обстановке. За два месяца число преступлений увеличилось на 4% по сравнению с 2018 годом. Тяжких преступлений, правда, стало на 7% меньше. Их раскрываемость увеличилась и составила 86%. За два месяца зарегистрировано 6 убийств. Новый глава регионального следственного комитета среди всех дел отметил тем, которых важно понять, что послужило причиной преступления. Первое – убийство супругов из Сазовского района, занимавшихся ростовщичеством. Молодой человек, который проиграл 2 миллиона в игровых автоматах, хотел занять денег, чтобы вернуть долг. Они навели справки и отказали. Тогда он пришел в подъезд, отключил свет в квартире, а когда хозяин вышел, зарезал его, а потом супругу. Первая причина – не совсем законная деятельность ростовщическая, а с другой стороны – игровые автоматы. Теперь мы будем выяснять, на каких игровых автоматах он играл, где это все. Цепь идет. Вот цепь просто. Только стоило тронуть чуть-чуть, и пошел цепь. Конечно, он не нашел этих денег, 2 миллионов рублей, он нашел всего 70 тысяч рублей. И после совершения этого преступления возникает много вопросов. Вопросов профилактического характера. Надо выяснять те моменты, которые привели к совершению данного преступления. Вторая история с мальчиком, на которого упала глыба льда. Инцидент произошел 27 февраля. У ребенка диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По словам Владимира Никешина, за содержание здания отвечает Петербургский университет путей сообщения. Его руководство и понесет ответственность за случившееся. В ближайшие 2-3 недели дело будет передано в суд. Кроме того, в адрес исполняющего обязанности главы города готовится представление о немедленном устранении наледи с крыш в городе. Отдельно Владимир Никешин рассказал о задачах, которые ставятся в работе Следственного комитета. Это расследование дел коррупционной направленности, преступлений против детей, соблюдение правил охраны труда на предприятиях, дел по невыплате заработной платы. Последних в производстве 8. Долг перед работниками составляет 303 миллиона рублей. Самые жесткие меры будут приниматься к этим людям, которые не хотят отдать заработанное, а сами разъезжают на дорогих машинах, ездят дорогие турпоездки. Один из вопросов был про кадровую политику. Как отметил Владимир Никешин, менять людей на постах он не намерен. К тому же после своего назначения он снял с сотрудников порядка 20 взысканий. Он считает, что за хорошую работу следователи необходимо поощрять. Не исключено, что в Рязанской области для них утвердят специальную награду.